КОРОВНИКИ Сделав промежуточную стоянку на ЗРК Волхов, мы выдвинулись в сторону городка Чернобыль-2. С тех пор, как в Чернобыле-2 поставили 7 камер, которые смотрят не только на Дугу, но и на сам городок. Сам городок сталкеры стали посещать куда реже, ведь помимо камер там есть множество собак. То, что там сидят вохры, это не такая проблема, как собаки, потому что вохры сидят себе в коптерке и им не попасться на камеры или на глаза, это не такая сложная задача. А вот собаки, собаки слышат малейшие шорохи, запахи и собаки могут спалить нас, даже если мы будем вести себя максимально тихо. КОРОВНИКИ Входим в городок Чернобыль-2. Это было его окраина и первое здание на нашей пути. Сейчас наша задача найти укромное место для того, чтобы перекусить, отдохнуть и дождаться хотя бы часов шести вечера, чтобы основная масса туристов уже уехала, которая посещает Дугу. Мы сейчас упремся в дорогу и нам надо как-то перебежать вот на вот эту тропинку. То есть мы выходим на дорогу, направо метров 50-100 и налево тропинка. И мы по тропинке придем прямо к станции космической связи. Угу, все, пошли. Давай. Но эта дорога, ну там ездят, поэтому... Да, поэтому быстренько надо ее как-то пройти. Либо можем перебежать дорогу в лес и по лесу выйти на эту тропинку. Здание слева, конечно, в очень плачевном состоянии. Это видно даже с улицы. Мы подходим к дороге, по которой ездят все машины, которые едут к Дуге. И здесь мы просматриваемся на ура, поэтому надо быстро перебежать в лес и выйти на лесную тропинку. Сейчас мы двигаемся параллельно Дуге по брошенной лесной дороге к пункту космической связи, где планируем сделать привал на несколько часов, пообедать. И ближе к вечеру пойдем в сам Чернобыль-2. Хотим найти бункер, который никто не находил. У нас нет на 100% уверенности, существует ли он. Но есть несколько человек, которые много лет назад, после аварии, где-то 90-е, 2000-е, бывали в этих местах и которые утверждают, что бункер есть. И мы даже знаем примерное местоположение. По одним слухам бункер трехэтажный, идет от Дуги до Вензекруга. По другим слухам, он 11-этажный и затоплены все этажи, кроме первого. В общем, мы знаем примерное местоположение, где может быть вход. Попробуем его найти. Я надеюсь, получится. Даже если он затоплен, просто найти вход будет уже достижение. Потом попробуем пойти в городок Чернобыль-2 и посмотреть, где жили работники. Там есть и школа, и клуб, зеленый театр, и гостиница, и много других интересных мест. Старый разрушенный КПП. Вот это и есть пункт космической связи возле Дуги. Долбоеба и сюда добрались. Понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Судя по количеству надписей в этой комнате, и сталкеры тут частые гости. Так что даже столик такой организован. Пару стульев. Думаю, пару часиков будет тут в самый раз передохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была шитовая серверная. Надо куда-то поставить ещё одну. Сюда всё одной можно поставить. Как-то так. Последний деликатес. Одна молекула алкоголя вытягивает собой 4 молекулы воды. Значит, не пей. У меня не глоток остался. Ну, была не была. Я прямой боже за лекарства. У нас, в общем, завалялась конспиративная фотография камер наблюдения в городке Чернобыль-2. И мы сейчас начали изучать, чтобы понять, как нам и где ходить так, чтобы нас не смогли увидеть через камеры на КПП. Вот. И мы поняли то, что если мы будем лезть на дугу, то по факту камера не играет большой роли, чтобы тебя было видно. Потому что все они смотрят с противоположной стороны. Не в ту сторону, короче, где мы будем начинать лезть. Потому что мы будем лезть со стороны вибраторов. А сама конструкция, она настолько массивная, что, по сути, она нас будет закрывать. И мы будем просто растворяться и теряться во всей этой огромной массе. То есть, по факту, камера стоит очень далеко. И чтобы кого-то там разглядеть, ну, это очень сложно. Но тут другой фактор, то, что здесь часто ходят. И могут увидеть уже, визуально просто подойти и увидеть нас, как мы там лезем. Поэтому попытаемся залезть на дугу завтра утром. Чтобы сыграл тот фактор, что охранник будет еще либо сон и либо вообще спать в такое время. Потому что мы это планируем сделать на рассвете. А сейчас просто по вечеру уже пойдем изучать городок. Потому что ни одна камера не патрулирует эти улицы. А от охранника, я думаю, мы сможем убежать. Завтра утром Вадим хочет сделать то, чего не делал ни один человек, ни один сталкер. Видите, вот эти тросы. Да, здесь они, ну, срезаны во многом. Но он будет лезть не здесь. Он хочет с самого низа до самого верха залезть по тросам. Этого не делал ни один человек. А наша цель завтра утром. Вершина большой дуги 150 метров. Вот по этим лестницам нам завтра предстоит подъем. И главная цель всех нелегальных походов и моя мечта начиная с 2013 года. Друзья, к сожалению, вы не сможете услышать это на видео. Я постараюсь просто передать это своими словами. Дуга, вот эта вот огромная конструкция от ветра издает постоянный непрерывный гул. Это, если встать, замолчать и прислушаться, это очень атмосферно звучит. Мы сейчас двигаемся по огромному коридору командного центра дуги. По нашей информации, где-то здесь рядом должен быть залаз в тот самый бункер, которого мы пытаемся найти. Тихим нужно быть не только потому что рядом КПП, а потому что нас могут услышать собаки. Это здесь должно быть. Отчетливый запах соляры. Вот только откуда он здесь взялся. Непонятно. Вот она на полу соляра. Или масута. Я наступил, уже наступил масута. У меня обувь прилипает к полу. ПОЕЗНОЕ ВСЕНИЕ УДАЮ Продолжение следует... Так, ну тут входа в бункер точно нет. Продолжение следует... Охренеть! Так, ну тут все понятно. Тут, к сожалению, входа в бункер нет. А что-то идем искать дальше. А на стопород, это у нас что? Ух ты! Ничего себе, что-то за ворота такие. Это сетка какая-то. Нет, к сожалению, не то. Хотя было похоже. С большой долей вероятности это может быть замурованный вход в бункер. Мы сейчас идем в админздание и попытаемся найти с другой стороны вход туда, где было замуровано. В админзданиях, как правило, часто делают бункера. Вот в этой перегородке, между двумя зданиями, через дырку мы увидели лестницу вниз и некую шахту. Там в огне есть дырка. Сейчас попробуем залезть. Вот сюда, сюда, вот, 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 вот. Вот эту лестницу мы видели. Блин. Нет, это не дом. Да, вот заложено. Это не дом. Блин. Ладно. Нет, Вадим, там нет бункера. Давай дальше искать. Посмотрите, насколько хорошо сохранились эти рисунки. В каком состоянии само здание. И в каком состоянии рисунки. Тут тоже что-то интересное. Там надпись на карте. Вообще непонятно, что это все такое. Социализм. Без... Без... Без чего? Без почты. Без почты. Телеграфа. Машин. Машин. Пустейшая. Пустейшая фраза. Вот такой вот лозунг здесь. Очень тяжело уже прочитать, потому что он выцвел полностью. Но кое-какие буквы просматриваются. Но кое-какие буквы просматриваются. Там же малево было. Нет. Какая-то серверная, смотрите. Возможно, именно здесь осуществлялся контроль за работой самой дуги, когда она еще работала. О, я непонятно, но очень интересно. Есть. К сожалению, это не вход в бункер. Вход в бункер мы, к сожалению, пока не нашли. Сейчас немножко обойдем дугу и будем двигаться в сторону самого городка Чернобыль-2, потому что это был командный центр и админ здание. Вот. Возможно, нам еще повезет. Нам удастся его найти. Вот по таким тросам Вадим завтра собирается лезть наверх. Они, несмотря на то, что тонкие, они довольно прочные. Вес человека точно должны выдержать. Вот так природа создает вынужденные преграды. Через такие заросли акации мы попросту не пройдем. Поэтому мы сейчас вынуждены выйдем на открытую местность и на удачу попробуем этот участок просто пробежать. Ну, потому что идти через вот такие заросли акации, это хуже, чем рискнуть и пробежать по открытой местности. Вот так Чернобыль-2 давно уже превратился в самые настоящие джунгли. Не знаю. Стоп! Стоп! Назад! Назад! Это болото с мазутом. Посмотри, на сколько я провалился. В контейнерах в натуре хранили мазута, оно вылилось и вот это вот все болото с мазутом. Посмотрите, это я еще не дошел дальше. Чуть не оставил здесь обувь. Жесть! В 100 метрах прямо КПП нас могут услышать собаки, но нам приходится обойти мазут. Это была огромная котельная Чернобыля-2. Вот уже виднеется первая из пяти этажек, в которой жили работники городка Чернобыль-2 и их семьи. А вот на этой скамеечке когда-то сидели мамы с колясками, бабушки, которые жили вот в этой пятиэтажке. Сейчас заходим в первую пятиэтажку. Попробуем посмотреть, насколько сохранились квартиры в Чернобыле-2 по сравнению с Припятью. Перед Состояние этих квартир Примерно такое же, как в Припяти Возможно, даже местами хуже Потому что пол очень сильно прогнил Просто под ногами проваливается Но, кстати, если с Припяти Очень многие ванны В свое время мародеры вывезли И не только мародеры То вот в Чернобыле 2 На втором этаже вторая подряд квартира Уже с абсолютно целой ванной Вот эта улица, по которой мы идем Когда-то была одной из центральных В городке Чернобыль 2 Посмотрите, в какие джунгли Она превратилась А здесь была детская площадка Смотрите, какие классные домики И они, кстати, довольно неплохо Еще сохранились Это здание больницы Или поликлиники Чернобыля 2 Заглянем Немножко прогуляемся По первому этажу У нас осталось немного времени Поэтому по всем этажам ходить Ходить мы не будем Просто нет времени на это Да, по сравнению с Припятской поликлиникой Медсанчастью Здесь довольно пустовато Медсанчастью На удивление Больница в Припяти Менее разрушена, чем эта В школу мы решили не заходить Так как по слухам там Такая же разруха Как и в больнице И в квартирах Но Говорят, есть клуб И там, возможно, есть что-то интересное Но клуб находится В 100 метрах от КПП Мы сейчас попытаемся Попытаемся с Вадимом Очень аккуратно Пройти в клуб Вот гостиница Сразу за ней клуб И через 100 метров КПП с собаками КПП только что подъехала машина Мы подходим к клубу Сейчас очень-очень тихо нужно Блять, если нас спалят собаки Это будет шопа Сейчас включаем просто максимальный режим ниндзя Потому что Не дай бог Нас спалят То все Завтра мы На дугу не залезем Давай сюда Через окно спрыгивать Надо будет много шума Ого! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спорт-зал. Здесь также есть огромный спорт-зал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Актовый зал. Учится военному делу настоящим образом. Ленин. Впереди какой-то портрет. Пока не видно, кто это. Если кто-то знает, кто это, пожалуйста, напишите. Я не в курсе. Он в военной форме. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет, ни хуя, дальше идем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, все, валим. Смотри, машина, там подъехала машина, там движение, там движение. Там движение? Да. Мы же ебалые, куда-то хребт на сюда. Вот так давно было движение. Вон буквально только внушили, минуты через 4. Нам еще крупно повезло, значит. Пока мы ходили по клубу и ребята ждали нас, они услышали рядышком движение. Вероятно, это был вечерний обход. И, вероятно, нам повезло с ним разминуться. Так что сейчас опять через вот эти заросли выходим под ВЭП, чтобы пойти уже по нормальной тропе к месту, где спрятаны наши рюкзаки. Так что сейчас мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим. Тихо, стоп, 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 стоп. Плохо видно. Там машины какие-то стоят. Бусик какой-то. Бери его, блядь, и снимай оттуда. Нет. Сейчас посыпется все. Да нет, я думаю, что это не кулевое приключение. Максимум рамка может ебнуться. Я думаю, что ничего не ебнется. Потому что, если вдруг на кулев упадет светильник, значит у него, блядь, вообще не судьба, и на дугу залезть. Это будет знак свыше? Да. Да. Ага. Это было. Продолжение следует...